Всем привет! Вы на канале Брауни и это вторая часть разбора айсберга по мужским кей-поп группам. В этом видео мы с вами начнем погружение на нижние уровни этого айсберга и коснемся гораздо более сложных и серьезных тем. Если вы все еще не видели первую часть, то я рекомендую вам для полноты картины сперва посмотреть ее, а также напоминаю, что на моем канале уже есть аналогичный айсберг по женским кей-поп группам. Прежде чем мы начнем погружение, я хочу поблагодарить своих топовых бустеров за поддержку. Если вы тоже захотите поддержать меня, ссылка на мой бусти в описании под видео. Вы также можете поддержать мой канал лайком, подпиской и любой другой активностью, а также включив VPN перед просмотром роликов. Ну и конечно же я приглашаю вас присоединиться к моему уютному телеграм-каналу, где мы обсуждаем всякое интересное в перерывах между роликами. Все ссылки, конечно же, в описании. Ну а мы поехали! Хёнджин и Аэн чуть не попали в секту. В Южной Корее существует достаточно большое количество различных религиозных культов и довольно часто представители этих культов ищут потенциальных новых членов прямо на улице. В эпизодах шоу Two Kids Room Хёнджин и Чонин из Stray Kids рассказывали о том, как они едва ли не были завербованы в секты подобным образом. Хёнджин рассказал, что как-то раз по пути в университет незнакомый человек подошел к нему и похлопал его по плечу. Тогда он предположил, что этот человек, вероятно, является агентом по кастингу и был уже готов отказаться от любых его предложений, так как на тот момент он уже стажировался в JYP. Однако, вопреки ожиданиям Хёнджина, незнакомец заявил, что считал негативную мрачную ауру на его лице и понял, что парень проходит через тяжелые времена, а также сказал ему некие серьезные и важные слова. Проницательность этого человека заставила Хёнджина проследовать за ним из любопытства. Они ехали на автобусе около 30 минут, а затем вошли в некое белое здание. Хёнджина попросили переодеться в специальную одежду, а затем его привели в комнату, где люди, стоя на коленях, поклонялись какой-то статуе. Когда Хёнджин вошел туда, все стали поздравлять его, но он не понимал, почему. После этого незнакомец стал просить его пожертвовать деньги их божеству. Хёнджин сказал, что на тот момент при себе у него было 55 тысяч вон, но для него это была довольно большая сумма, поэтому он солгал незнакомцу, что с собой у него было только 5 тысяч вон, после чего отдал ему эти деньги и быстро покинул здание. К счастью, на этом все закончилось. С Чонином в Макне группы произошла аналогичная ситуация. К нему также подошел незнакомец, когда он проводил свой выходной в Канаме. Чонин рассказал, что был поражен тем, как точно этот человек описал черты его личности и согласился на его предложение пойти вместе с ним, чтобы помолиться. По словам Чонина, незнакомец привел его в обычный дом, внутри которого были и другие люди. Там ему дали лист бумаги, на котором было написано его имя. Незнакомец сказал Чонину, что все его желания сбудутся, если он сожжет этот лист. Происходящее показалось ему слишком странным, и он решил уйти, но незнакомец не хотел его отпускать, пока он не завершит этот странный ритуал. Чонин рассказал, что он сжег бумагу, потому что у него не было выбора, после чего поспешил покинуть это место. Мораль сей басни такова. Не доверяйте незнакомцам, какими бы интересными и проницательными они не показались. В лучшем случае вы просто потратите время и деньги. Скандал об отношениях Джокуона и Сухёна из YouKiss В 2010 году Джокуон из 2AM и Сухён из YouKiss были втянуты в довольно громкий скандал. Их стали подозревать в отношениях после того, как в сеть были слиты фрагменты их старой личной переписки. В ней присутствовало большое количество комплиментов друг другу, взаимных «люблю», «скучаю», а также планов жить вместе, спать вместе и так далее. Сухён объяснил подобный стиль переписки тем, что они с Джокуоном являлись близкими друзьями еще со времен стажировки в JYP и привыкли шутить между собой подобным образом, не подозревая, как это выглядело бы со стороны. Поэтому люди их просто неправильно поняли, и на самом деле ему не нравятся мужчины. Джокуон со своей стороны также отрицал все слухи и говорил, что они с Сухёном просто друзья. Но учитывая многолетние споры относительно личности самого Джокуона, поверили им не все. Sugar Daddy Sihuna В 2017 году Сихуна и Зэксо стали часто замечать в компании некоего шефа Суке, владельца ресторанного бизнеса и общего друга Сихуна и Чанёля, а также многих других знаменитостей. Предполагается, что они познакомились еще в 2015 году и с тех пор часто проводили время вместе, что подтверждали многочисленные фото с Сихуном в соцсетях Суке. Они вместе отмечали его день рождения, посещали фестивали, ужинали, играли в вольф и, казалось бы, в этом нет ничего странного. Но многих смутила их разница в возрасте. Люди не понимали, что общего может быть у 40-летнего бизнесмена, у которого наверняка есть семья, и 23-летнего айдола. Многие не верили в их дружбу и стали подозревать, что за этим стоит что-то большее. А после того, как Сихун и Суке вместе поехали на Филиппины отмечать Чусок, некоторые фанаты окончательно решили, что у Сихуна появился Шугар Дэдди. Дело в том, что Чусок – это традиционный корейский праздник, который принято отмечать с семьей. Поэтому такая совместная поездка выглядела довольно странно. Некоторое время спустя в сети распространилась фотография Суке с его предполагаемыми женой и дочерью. Но так как о личности Суке до сих пор толком ничего не известно, подтвердить подлинность этой фотографии, как и наличие у него семьи, не представляется возможным. В общем, никто до сих пор не знает, что это вообще было. И я же, в свою очередь, не вижу никаких странностей в дружбе между людьми с такой разницей в возрасте. И думаю, что это вполне возможно даже в Корее, где возрасту уделяется большое внимание. Сатанинские послания в альбоме So Teji & Boys So Teji & Boys – суперпопулярная группа 90-х, в которую помимо самого So Teji входили Ян Хён Сок – это тот, который основал YG, и танцор Ли Джуно, который, судя по его биографии, является весьма проблемным товарищем. Несмотря на довольно короткую карьеру с 1992 по 1996 год, именно So Teji & Boys считаются основоположниками кей-поп-сцены и первооткрывателями жанра, изменившими музыкальную индустрию Кореи навсегда. Для консервативной публики они были бунтарями, несли слишком много западного и чужеродного, и совсем не нравились бабушкам. Свой третий альбом группа выпустила в 1994 году, он продался тиражом в 1 600 000 копий и на данный момент вместе с остальными альбомами So Teji & Boys входит в список самых продаваемых альбомов Южной Кореи. Песни на этом альбоме представляли из себя смешение поп и хип-хоп-звучания с альтернативным роком и металлом, а лирика была направлена на критику системы образования и правительства страны. Песня Classroom Idea, в записи которой принял участие вокалист трэш-метал группы Crash Ан Хэн Чан, была запрещена на радио и телевидении, а также группу обвинили в добавлении в эту песню скрытых сатанинских посланий. Эти послания якобы можно было распознать, прослушав песню задом наперед, и раньше самые внимательные слушатели находили их в песнях каждой второй рок-группы. Естественно, никаких сатанинских речей в свои песни никто не закладывал, просто ребята были слишком провокационными и неприятно либеральными для корейской публики тех времен. Группа распалась в январе 1996 года после выпуска своего четвертого альбома, который продался еще большим тиражом в 2 миллиона 600 тысяч копий. Точные причины распада группы неизвестны до сих пор, но инициатором расформирования был сам Со Тэджи, которого замучило постоянное общественное давление. Фанаты ZXKISS отомстили директору DSP Media. Несмотря на свою огромную популярность, группа первого поколения ZXKISS, а точнее ее участники, на протяжении своей ранней карьеры терпели плохое отношение со стороны своего агентства DSP Media. Им недоплачивали, они перерабатывали, будучи еще несовершеннолетними, выступали в ночных клубах, имели проблемы с продвижением и так далее. И это, конечно же, не нравилось их поклонникам. В 2000 году, когда стало известно о расформировании группы, фанаты ZXKISS решили выместить всю накопившуюся злобу на генеральном директоре компании и отомстить ему, разбив его машину. Все бы ничего, но машину они перепутали и разбили авто, которое принадлежало журналисту Чоэн Гу, который был ведущим на прощальном концерте группы. Вот такими жесткими и решительными были кей-поп-фанаты первого поколения. EXO и Mnet EXO не появляются на премии «Мама» с 2017 года, даже будучи номинированными, а крупные фан-клубы группы бойкотируют голосование на этой премии с 2018 года из-за предполагаемого неуважительного отношения к EXO и некоторым другим артистам, а также из-за фальсификации голосований. Все началось в 2015 году, когда Mnet удалили выступление EXO с песней Love Me Right, на тот момент набравшее 700 тысяч просмотров, якобы для того, чтобы исправить его качество. Видео было перезалито, но просмотры, которые влияют на получение некоторых наград и достижений, уже были потеряны. В 2017 году EXO были представлены в 19 номинациях, лидировали в 7, а победили лишь в одной номинации – «Альбом года», в которой учитывалось не зрительское голосование, а количество продаж альбома, что фанаты группы сочли несправедливым, учитывая их перевес в голосованиях и соответствие по всем критериям в остальных категориях. Также поклонники сочли неуважением к группе тот факт, что EXO выступали перед группами-новичками, в то время как обычно все происходит наоборот, и группы с большим стажем выступают ближе к концу церемонии. Ко всему прочему, поклонники заявляли, что во время премии с ними плохо обращались члены стаффа и охрана, которые отбирали их лайтстики, а когда разочарованные фанаты решили покинуть премию, охрана начала толкать их к ограждениям и не хотела их выпускать. В 2019 году Mnet выпустили нарезку ярких моментов с премий предыдущих лет, в которую добавили фрагмент с плачущими на сцене в 2017 году EXO с подписью «Слезы радости». Тогда фанаты EXO были возмущены этим, так как считали, что знают истинную причину слез парней. По их мнению, это были слезы разочарования, а не радости. Фанаты стали требовать от Mnet извинений перед группой, выводя хэштеги в твиттере, а некоторые даже обращались к корейскому правительству с требованием закрыть премию «Мама». У них, конечно же, не получилось собрать достаточное количество подписей. И существует мнение, что фанаты слишком сгущают краски, а пострадавшие от рук охраны в 2017 году поклонники на самом деле были со сценами и сами вели себя неподобающим образом. Но ведь манипуляции с голосами зрителей, несправедливое отношение к некоторым артистам и прочие подобные вещи вполне обыдены для Mnet. И не только поклонники EXO имеют претензии как к самому каналу, так и к премии «Мама». Так что я не назвала бы весь этот конфликт беспочвенным. Бургерный инцидент Чонгука В 2016 году Чонгук из BTS принимал участие в шоу «Flower Crew». В нем шестеро участников шоу отправлялись в путешествия, а зрители в прямом эфире должны были с помощью голосования выбирать, чем они будут заниматься. После трансляции первого эпизода зрители раскритиковали поведение некоторых актеров по отношению к Чонгуку. В этом эпизоде Чонгук, пребывая в хорошем настроении, принес на съемочную площадку целый пакет бургеров, чтобы угостить своих коллег. Однако не все приняли угощение, а Чо Сихо и вовсе сказал, что эти бургеры похожи на обедки. Тогда Чонгук заверил, что бургеры совсем свежие, но Сихо вернул Чонгуку контейнеры с едой и ушел. В тот момент Чонгук выглядел очень смущенным и расстроенным из-за реакции его старших коллег. Многим зрителям было некомфортно наблюдать за этой сценой, а отношение к Чонгуку возмутило его фанатов. После этого команда Шоу и Чо Сихо принесли свои извинения за вызванные неудобства. Несмотря на это, Чонгук встал на защиту старших коллег, заявив, что съемки были комфортными для него и попытался успокоить своих поклонников. Казалось бы, этот инцидент полный пустяк, но на тот момент Чонгуку было всего 18 лет, и он выглядит таким растерянным и скромным, что любые грубые шутки или замечания в его сторону действительно вызывают дискомфорт. Необычный мерч H.O.T. Группа первого поколения H.O.T. была настолько популярной, что фанаты были готовы растащить ее участников себе на сувениры, и глава SM Entertainment Ли Суман решил, что это неплохая идея для стартапа. Так появился, пожалуй, самый необычный мерч в истории кей-поп-групп – ожерелье с ДНК участников. Для создания этих украшений у айдолов взяли биоматериалы, такие как кровь и волосы, чтобы отправить их в лабораторию для извлечения ДНК и восстановления ее формы. Кулон каждого участника имел уникальную форму, к нему прилагалась ДНК-карточка и брелок. Естественно, несмотря на весьма экстравагантный подход к делу, никаких биоматериалов в самом мерче не содержалось, и никто не носил кулоны с кровью айдолов в буквальном смысле. После H.O.T. подобный мерч стали выпускать и другие артисты, такие как ZexKiss и Finkel. Возможно, Ли Суману просто нужен был предлог для того, чтобы извлечь у айдолов материалы для последующего клонирования артистов SM. По-моему, неплохой задел для навороченной теории или фанфика. Ильхун курил 161 раз. В 2020 году участник B2B Ильхун попал под следствие в связи с приобретением в приобретении и употреблении им запрещенных веществ, после чего он почти сразу покинул группу. Суд обвинил Ильхуна в том, что в период с июля 2016 года по январь 2019 года он употребил запрещенные вещества 161 раз, на что потратил около 130 миллионов вон и приговорил его к двум годам лишения свободы и штрафу. После поданной им апелляции наказание Ильхуна смягчили, его приговорили к трем годам условно и двум годам тюрьмы при нарушении испытательного срока, а также штрафу в размере 120 миллионов вон и 40 часам курса лечения от зависимостей. Суд принял во внимание, что Ильхун добровольно перестал употреблять вещества еще в январе 2019 года, а также проходил психиатрическое лечение и посещал лекции о зависимости, не был судим и вообще зарекомендовал себя хорошим парнем. Конечно же, после всех судебных разбирательств Ильхун попросил у всех прощения и пообещал впредь жить чистой и честной жизнью в рукописном письме. Что ж, надеюсь, что у него все получится и 162 раза не будет. Голый фотобук Шинхуа Шинхуа заслуживают своего места в айсберге хотя бы потому, что являются кей-поп-группой с самой продолжительной карьерой. За почти 25 лет существования с 1998 года и по сей день они не потеряли ни одного участника. Прекрасное достижение, которое невозможно не упомянуть, но это явно не та причина, по которой они оказались на пятом уровне. К выходу третьего альбома группы Ли Суман снова решил придумать что-нибудь экстравагантное для своих ребят, а именно выпустить их фотобук с откровенной фотосессией. В 2001 году все участники Шинхуа, за исключением Макне Энди, отправились на Филиппины, чтобы отснять фотосет. А еще один из участников, Хисон, не хотел участвовать в нем, его пришлось буквально заставлять сниматься, и он очень стеснялся во время съемок. Когда фотобук вышел, он наделал очень много шума, а его тираж в 15 тысяч копий был сразу же распродан, как и вторая партия, выпущенная следом. С тех пор прошло уже более 20 лет, и нравы в Южной Корее стали более раскрепощенными, но позволить себе подобное все еще могут лишь единицы артистов. Ну и, конечно же, дело не обошлось без главного панка JYP. ABCX Йон Мин 31 мая 2020 года, буквально за неделю перед камбэком, лидер группы ABCX Йон Мин был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. Полиция остановила его, когда он возвращался в общежитие после встречи с друзьями. Тогда Йон Мин покинул группу, камбэк был отложен, а материалы ушли в переработку. Треки с альбома были перезаписаны, физические копии альбома переизданы, клип перемонтирован и так далее. В ноябре того года Йон Мин ушел на службу в армию, а после своего возвращения весной 2022 года, уже в августе он выпустил сольную песню под своим лейблом Brand New Music, то есть начал свое возвращение к деятельности. Так как, несмотря на уход из группы, компанию он не покидал. Выпущенный им релиз вызвал негативную реакцию нитизенов, которые не понимали, почему компания вообще не расторгла с ним контракт, и заявили, что агентство проявляет неуместную лояльность к артисту, пойманному на вождении в нетрезвом виде, в то время как поклонники Йон Мина продолжают его защищать. Естественно, он не первый и не последний айдол, совершивший подобную ошибку, и во всех подобных случаях мнения расходятся. Обязательно напишите в комментариях, как вы относитесь к артистам, которые решают продолжить карьеру после подобных скандалов. NCT Dream были задержаны в Чили. В 2020 году NCT Dream невольно стали героями передачи, в которой рассказывалось о борьбе работников аэропорта с нелегальными мигрантами и прочими нежелательными элементами. Участников группы задержали в аэропорту Сантьяго из-за отсутствия у них необходимого для артистов разрешения на работу в стране, что случилось по вине местного организатора. Работники миграционной службы подошли к своей работе со всей серьезностью, что смотрится довольно забавно в контексте репортажа. В итоге участников NCT Dream и их команду все-таки пустили в страну, сменив их статус на туристический, чтобы они могли разобраться с проблемой уже на месте. Сосен-фанатка Кревити. В октябре 2021 года один из участников группы Кревити подвергся нападению со стороны Сосен-фанатки прямо в здании их агентства, Starship Entertainment. Женщина смогла незаметно пройти в здание через защищенную системой распознавания отпечатков пальцев дверь вместе с одним из сотрудников, а затем она подошла к одному из участников Кревити и по сообщению агентства вступила с ним в нежелательный физический контакт. Что именно она сделала, не сообщалось. Менеджер группы, заставший ситуацию, вызвал полицию, но когда в здание прибыл сотрудник полиции и попросил фанатку пройти с ним в отделение, она оказала ему сопротивление. В итоге женщину все-таки забрали и предъявили ей обвинение. Это лишь один из десятков, а то и сотен подобных случаев. О более страшных проявлениях фанатской любви на моем канале есть уже не одно видео. Я прикреплю для вас подсказку. Лих Вайон. В 2016 году Мнет и TVN совместно провели шоу на выживание под названием Boys 24, по итогам которого была сформирована группа Intuit. Лих Вайон был одним из участников этого шоу, но перестал продвигаться из-за фатального скандала, который положил конец его карьере айдола. Это произошло, когда некто, представившись бывшей девушкой Хвойона, выложил в сеть голосовую запись, на которой Хвойон негативно отзывается о поклонниках проекта. Данная запись быстро разлетелась по интернету, стала вирусной и вызвала возмущение как корейских, так и зарубежных фанатов кей-поп. Его слова были такими. «Мне нравится, когда меня называют оппа, но никогда это делают фанатки. Это полный отстой. Эти хайтач-ивенты, которые мы проводим, так раздражают. Мы должны приветствовать и держать за руки по 700-800 фанатов каждый день, и мне кажется, что меня скоро стошнит. Их дыхание пахнет дерьмом». Очевидно, что он не единственный, кто думает подобным образом, и, наверное, его эмоции можно понять. Но услышать такое от Айдола, который едва начал карьеру, мягко говоря, неприятно, учитывая, что его популярность и заработок строятся за счет его поклонников, какими бы они ни были. Естественно, после этого инцидента Ли Хвойон был сразу же исключен из проекта, а его контракт с компанией был расторгнут. Сейчас Хвойон выкладывает каверы на свой ютуб-канал. Поет, к слову, не очень чисто, ну да ладно. Исчезновение New Kid Группа New Kid дебютировала в 2019 году в компании J-Flow Entertainment. И, если вы не знаете эту группу, возможно, вы вспомните одного из ее участников – Хан Соля. До своего дебюта в New Kid он также был участником SM Rookies и почти дебютировал с NCT. Все началось весной 2020 года, когда поклонники группы стали замечать, что только четверо участников активны в социальных сетях, в то время как остальные трое – Хан Соль, Джиан и Сен Чан – пропали из виду. Фанаты стали требовать ответа у компании, и в итоге агентство выпустило заявление о том, что трое участников группы были госпитализированы. Но их имена не могут быть раскрыты из-за вопросов конфиденциальности. Хотя было очевидно, о ком идет речь. Также компания не дала пояснений о причинах госпитализации парней, что в разгар паники из-за известного вируса заставило фанатов переживать еще больше. Все стало еще хуже, когда компания начала постить старые фотографии Хан Соля в соцсетях, выдавая их за новые, что, конечно же, не осталось без внимания фанатов. После заявления о госпитализации парней о них не было никакой информации в течение долгих месяцев, из-за чего поклонники группы начали выдвигать самые страшные предположения. В итоге Хан Соль вернулся к деятельности только в сентябре, а Джиан и Сен Чан впервые после перерыва появились в соцсетях еще позже – в октябре. Только спустя год ожидания в феврале 2021 поклонники смогли увидеть группу в полном составе. К сожалению, радость продлилась недолго, и уже в конце февраля Хан Соль был зачислен в армию в качестве социального работника. Джен Квон принял участие в шоу Wild Idol и продолжил свою актерскую деятельность, Ау Чоль и Юн Мин приняли участие в шоу на выживании Seven Stars и недавно дебютировали в корейско-тайской группе The Seven. Летом 2022 года J-Flo Entertainment добавили в состав New Kit нового участника – Минука, и у группы наконец состоялся долгожданный камбэк. Правда, в нем приняли участие только двое парней – Минук и Джин Квон. В ноябре в армию отправился еще один участник группы – Хви. Что будет с группой в дальнейшем, неизвестно. Последний камбэк New Kit в полном составе состоялся еще в 2019 году. Буллинг в группе Mask. Группа Mask дебютировала в 2016 году в компании J-Planet Entertainment в составе четверых человек. В сентябре 2018 года в группу были добавлены еще четыре участника. 25 июля 2018 года один из новых участников группы, Чибин, опубликовал на своей странице тревожный пост, в котором обвинял одного из своих Хенов в насилии. Думаю, ты совершил грех, но хотел избежать последствий. Хен, я думаю, ты не собираешься извиняться за боль, причиненную как морально, так и физически в тот день. Хен, ты единственный, от кого я отписался. Причина? У меня мурашки бегут по телу, стоит только подумать о том, как ты загружаешь посты, будто ничего не произошло. Я уверен, что ты читаешь это. Если ты думаешь, что я в полном порядке, ты ошибаешься. Я вспоминаю об этом дне каждый раз, когда выключаю свет и ложусь в кровать. На моем лице остались шрамы. Не думай, что прошлое – это всего лишь прошлое. Я не могу забыть тот день. День, когда я рыдал под дождем, истекая кровью. В тот же день друг Чибина поделился со СМИ информацией о произошедшем и несколькими фотографиями. По его словам, Эйс, участник первоначального состава группы, избил Чибина 8 марта того года, а если быть точнее, он ударил его по голове зонтом, который разлетелся на части после того, как тот кинул его об стену. Через пару дней Чибин поблагодарил своих поклонников за поддержку и подтвердил слова своего друга, обвинив Эйса в побоях уже открыто. Он рассказал, что Эйс вышел из себя, когда он взял его зонт, а потом стал оскорблять его и избивать сперва зонтом, а затем руками и ногами, после чего Чибину пришлось отправиться в больницу. Он также заявил, что Эйс бил его и другого участника ремнем по лицу и шее ранее. После этого Эйс извинился за причиненные проблемы и признал факт нападения на Чибина, но также он заявил, что Чибин спровоцировал его на этот поступок и что часть его истории является ложью, а целью Чибина была компенсация за причиненный вред. Ко всему прочему, он заявил, что покидает группу. После этого снова последовал ответ Чибина с обвинениями Эйса во лжи, в котором он заявил, что Эйс ругался перед другими артистами за кулисами, уходил за час до выступления и звонил его матери пьяным, чтобы пожаловаться. Затем Эйс принес Чибину извинения, но пригрозил ему, что подаст на него в суд за ложные обвинения. 30 июля агентство группы выпустило заявление об уходе Эйса и Чибина, а также о своем уходе объявил другой участник группы, Джихун. Он заявил, что его решение никак не связано с конфликтом между Эйсом и Чибином, но все же сказал, что то нападение не было односторонним, что они оба вспылили и затеяли драку, после чего остальные участники разняли их, и никаких избиений руками и ногами не было, как и разбитого об стену зонта. Чибин подал суд на Эйса за нападение и продолжал стоять на своем. Дело рассматривалось как одностороннее нападение и, вероятнее всего, Эйсу выписали штраф. На этом история закончилась. Группа Маск была официально расформирована 18 октября 2020 года. По слухам, Чибин должен был дебютировать в группе Must Be, но этого не случилось. Он также был участником предебютной группы Sodiac, но покинул ее по неизвестным причинам. Топ-дог Хан Соль. В июне 2017 года участник топ-дог Ким Хан Соль или же Ким Мин Сон обеспокоил своих фанатов тревожными заявлениями во время прямого эфира. Он сказал, что хочет убить себя, а затем показал проезжающие мимо машины и прокомментировал. Возможно, это могло бы убить меня. Тогда поклонники всерьез забеспокоились о состоянии Мин Сона. Позже, в августе 2017 Мин Сон попал в заголовки СМИ после того, как сделал неожиданное заявление. Певец поделился с поклонниками, что является асексуалом, то есть его не интересуют интимные отношения в принципе, вне зависимости от пола человека. Видео с его признанием стало вирусным, многие люди стали критиковать Мин Сона, но среди пользователей были и те, кто выражал ему свою поддержку. В сентябре Мин Сон покинул группу Топ Дог. А еще позже, в декабре, Мин Сон признался, что он не заинтересован не только в интимных, но и в романтических отношениях с кем бы то ни было. Его никогда не беспокоили свидания и, более того, он ненавидит секс. В мае 2018 года, во время очередного прямого эфира, Мин Сон напугал своих поклонников не на шутку. На его запястьях виднелись кровоточащие порезы. Он плакал и просил о помощи. Фанаты боялись, что он сделает с собой что-то непоправимое и пытались достучаться до него самого и до его агентства. Стало очевидно, что Мин Сон находится не в самом лучшем психологическом состоянии. В июне он удалил большинство постов в своем аккаунте, а затем выложил снимки из больницы, чем вновь и беспокоил своих поклонников. Тем не менее, тогда он заверил их, что с ним все нормально и у них нет причин волноваться. В конце 2020 года другой бывший участник Топ Дог Хён Хо рассказал, что переживал трудные времена, будучи членом группы, и покинул ее не по своей воле, а по решению остальных участников. После чего ему было так плохо, что он даже пытался свести счеты с жизнью, выпрыгнув в окно. Но его вовремя остановил его отец, схватив его за одежду. После его заявления некоторые фанаты стали предполагать, что психологическое состояние Мин Сона также могло быть связано с плохой атмосферой в группе, и возможно, он даже становился объектом травле из-за своей идентичности. Тем не менее, эти догадки все еще не обоснованы, так как сам Мин Сон отзывался о своих коллегах по группе с теплотой. Сейчас Мин Сон работает хореографом и активен в соцсетях. Инцидент Кисопа из Юкис. Айдол, как и любой другой артист, может пострадать не только от рук Сосена, но и во время съемок. В 2017 году, во время съемок японского клипа «Флай», Кисоп из группы Юкис был госпитализирован с ожогами лица и тела второй степени, после того, как у него в руке взорвалась цветная дымовая шашка. Фрагменты этой шашки повредили ему руку, и их пришлось извлекать. Вы могли видеть такие дымовые шашки в сотнях клипов, а также их используют в фотосессиях и на различных праздниках, и по идее они должны быть абсолютно безопасны, но, как и с любой другой пиротехникой, с ними стоит быть предельно осторожными. К счастью, Кисоп быстро поправился, и больше его здоровью ничего не угрожало. Чего не скажешь о нашем следующем герое. Роял Пайратс Джеймс Ли Джеймс Ли был басистом в группе Роял Пайратс, пока трагический инцидент не лишил его возможности играть на любимом инструменте навсегда. Все случилось в 2015 году, как раз в тот момент, когда группа была на пике своей популярности. Джеймс шел на встречу со своим другом в один из сеульских ресторанов, и когда он открыл дверь, на него обрушилась стальная рама двери и стеклянная стена, раздавив ему левое плечо и сильно порезав левое запястье, а также осколки стекла попали ему в голову. Он потерял сознание и был сразу же госпитализирован. Его запястье было почти полностью отделено от руки, и врачи предложили Джеймсу ампутацию из-за серьезного повреждения нервов, но он отказался, после чего врачи в течение 8 часов проводили операцию, пытаясь спасти его руку и восстановить запястье. Травмы были очень серьезными, и Джеймс был близок к тому, чтобы навсегда лишиться руки. К счастью, этого не произошло, но даже пройдя через еще пять операций на руке и долгое восстановление, Джеймс больше не мог играть на бас-гитаре, на которую он играл уже 13 лет. Свою карьеру в Royal Pirates он продолжил в качестве клавишника, но уже в 2017 году покинул группу после того, как врачи обнаружили тромб у него в мозгу, и ему пришлось уехать в Лос-Анджелес, чтобы сосредоточиться на лечении. Тогда он написал пост о том, что ресторан, в котором произошел инцидент, все еще работает и всегда наполнен посетителями, а его владельцы не понесли никакого наказания и не выплатили Джеймсу компенсаций, несмотря на весь ужас, через который он прошел. В 2018 году Джеймс начал сольную карьеру в Китае, также развиваясь в качестве композитора и продюсера. Инцидент с собакой Шивона В октябре 2017 года появилась новость о том, что 53-летняя бизнес-леди по фамилии Ким, владелица высококлассного ресторана корейской кухни, умерла от сепсиса после укуса французским бульдогом, принадлежавшим семье Шивона из Супер Джуниор. Инцидент произошел 30 сентября, когда отец Шивона выгуливал собаку без поводка. Шивон и его отец принесли извинения семье Ким, а те, в свою очередь, простили их и сообщили СМИ, что не планируют принимать какие-либо юридические меры. Несмотря на это, общественность ругала семью артиста за их неосторожное обращение со своей собакой, а извинения Шивона от лица собаки и вовсе вызвали негодование публики и переполох в СМИ. Шивон был раскритикован, после чего он удалил все фото с Бакси, так зовут собаку, из своих соцсетей. Позже отец Шивона выразил соседской семье свои соболезнования и уточнил, что женщина могла скончаться от вторичной инфекции, возникшей в процессе лечения, из-за чего истинную причину ее кончины трудно определить. Шивон продолжил извиняться в своем твиттере, обещая, что впредь подобное не повторится, в то время как семья Ким поделилась фотографией следа от укуса Бакси. Семья Шивона предоставила полиции доказательства, что в слюне собаки не содержалось бактерий, которые считались причиной кончины госпожи Ким. Однако ее семья сомневалась в этих доказательствах, так как анализ был проведен только через несколько дней после укуса. Отцу Шивона был выписан штраф в размере 50 тысяч вон за недостаточное соблюдение мер безопасности по содержанию питомца. Нитизены еще долго обвиняли семью Шивона в халатности, учитывая, что Бакси и раньше кусала людей. Многие требовали усыпить собаку, но в итоге ее просто куда-то отправили, и она больше не живет с семьей Шивона. Вот и подошла к концу вторая часть этого айсберга, и я надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео. Обязательно пишите в комментариях свои мнения по поводу самого айсберга и по поводу описанных ситуаций. На всякий случай я хочу напомнить вам, что я рассказываю все эти истории без негатива и беру всю информацию из открытых источников, которые вы всегда можете перепроверить сами. Обязательно заглядывайте в телеграм-канал, делитесь этим роликом со своими друзьями, подругами. Распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите. Мне будет очень приятно. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока.